Доставка леков, электричная вопротка, мобильные додатки и система повешения об земля трусе. Сегодня у Гомеля прошел городский этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Организует его БРСМ. Об самых интересных задумках – репортаж Марины Северяновой. Иван хочет стать медиком, но это уже далеко. По кулей накучится в 9 классе. Для сделать что-нибудь для человечества хочет уже сейчас. Пусть этот травяный сбор для лечения профилактики подагры он придумал разом с одноклассником. Натхнило жадание допомогти своему дяду, ляки покуты от этой хворобы. В будущем юнаки плануют заработать сайт по продаже лековых сборов. Каким вы видите развитие своего бизнеса? Вы просто сделаете сбор, будете продавать. Как монетизировать это все, коммерциализировать? Если мы пройдем на следующий этап, то мы создадим сайт, на котором будет вся представлена информация о подагре. И так же будем продавать на нем наш травяный сбор. У всем жадающим юнаки пропонуть продегуставать травяный настой. Смачно, горка, крыху. Сподівся, что подагры у меня нема, але Иван и Данил сказали, что для профилактики это так само добро. На супредстенд с днезразумелыми для дилетантов микросхемами. Подходим, пытаемся. Оказывается, благодаря этой системе можно попереджовать об землетрусе. А утре – будучи геологи. Проект не складан, особенно в життем. Только потребность насти инвестора. Покупников будут шукать у основным замяжей. Проект – это больше импорт. Вы более сейсмоактивный район, так и странный бывший СНГ. И Китай, Япония, там, где сейсмоактивность более вероятна, чем у нас. А еще тут есть мобильный додаток для господарых от них живел. Проект подоставцы леков с выкористанием вендинговых аппаратов. Автоматичная система регулировки оттепления. Мобильная гульня и паштуки для влучшения беларуской мовы. Эксперты кажут, что на таких конкурсах трапляется шмат угодных идей. Многие можно реализовать хоть сейчас. Их идеи нужны Беларуси. Мы нуждаемся вот в таком ясном уме, ясных идеях, блестящих проектах. И участвуем уже не первый год в таких презентационных кампаниях. Я знаю, что многие проекты получили свою реализацию уже в реальной жизни. Ауторы лепших проектов представят их на областном конкурсе. Мы обовязково будем надзирать за региональным этапом. Марина Северьянова, Александр Харламба, Утель Радо и компания Гомель.